Время новостей компании на РБК. Меня зовут Николай Пенкин. Добрый день. Итак, Павел Дуров решил не уходить из ВКонтакте. Как пишет Forbes, ночью он прислал членам Совета Директоров письмо, отзывающее его заявление об увольнении с поста гендиректора. Пишет он, что отставка сейчас может создать ненужные риски для компании. Источники издания, близкие к Совету Директоров, говорят, что решение гендиректор ВКонтакте изменил после встречи в среду с Ильей Щербовичем, президентом фонда United Capital Partners, у которого 48% в соцсети. Но при этом в самом фонде ЮСП и РБК прокомментировали происходящее так. Тут надо цитировать, конечно, комментарий письменный партнера ЮСП Юрия Качура. Но постараюсь уловить интонации. Вот такой у нас гендиректор. Наши партнеры из USM Mail Group являются друзьями и наставниками Дурова. Во всем его поддерживают. Думаю, Дурову и компании Mail.ru Group и стоит адресовать вопросы, как такое возможно в серьезной компании. Конец цитаты. Ну, непонятно теперь, конечно, что будет темой для обсуждения на Совете директоров ВКонтакте. Собирались как раз сегодня говорить о кандидатах на пост Дурова. Но об этом говорили источники РБК, близкие к руководству компании. Называли даже имена претендентов. Это исполнительный директор ВКонтакте Дмитрий Сергеев и директор по связям с инвесторами Борис Добродеев. Представитель ЮСП накануне сказал РБК, что будут обсуждать сегодня саму процедуру выборов гендиректора и требования акционеров к претендентам, но назначения ждать не стоит. На консультации есть как минимум 30 дней, подчеркнула она. Ну и получается теперь, конечно, этот месяц, в принципе, никому не нужен. Павел Дуров, основатель ВКонтакте, объявил об уходе с поста гендиректора 1 апреля. Тогда сообщения в соцсети даже специально разместили с оговоркой. Это не шутка. Да, в общем-то и акционеры комментировали эту отставку всерьез. Он пообещал, к примеру, поддерживать и самого Дурова, и его связь с ВКонтакте, крупнейший акционер-мейлеру группы Алишер Усманов. Ну и логичным, конечно, стало заявление представителей ЮСМ о том, что ушел Дуров из-за давления одного из акционеров. Логично в контексте давнего конфликта владельцев соцсети. Сам же Дуров на своей странице не так давно сегодня написал «Поздравляю с прошедшим праздником всех, кто решил, что я действительно добровольно уйду в отставку». Конец цитаты. Ну, как бы вот после таких шуток конфликт акционеров еще больше не обострился.